Детские сады, дом для сирот, котельный сквер. Глава Армавира побывал на строительных площадках города. Зелёный налог. Почти треть армавирских бизнесменов задолжали живой природе. Помощь ветерану. Пользователи интернета узнали о беде армавирского фронтовика и не остались равнодушными. Здравствуйте! В эфире новости на телеканале РЕН-ТВ «Армавир» в студии Ирина Рухлядко. В ближайшее время в Армавире появятся два новых детских сада, дом для сирот, современные котельные. Завершится реконструкция из сквера по улице Кирова. Ход работ контролирует глава Армавира. Андрей Харченко побывал на каждой из строительных площадок, пообщался с рабочими, поинтересовался условиями труда и заручился готовностью сдать объекты в намеченные сроки. Уже этим летом детский сад «Сказка» в Красной Поляне примет 140 малышей. Сейчас здесь идут внутренние отделочные работы. Ход работ контролирует лично городской глава. Андрей Харченко нацелил подрядчика на качественное выполнение работ. В ближайшее время дошкольное учреждение появится и в Северном микрорайоне. Здесь детский сад рассчитан на 280 мест. Побывал городской глава и на строительстве многоквартирного дома для детей-сирот в кирпичном микрорайоне. Сейчас здесь идут фундаментные работы. Ключи от квартир более 100 новоселов получат уже в конце этого года. В Армавире приступили к строительству нескольких так называемых блочных котельных. Каждая мощностью 22 мегаватта. Стоимость инвестпроекта более 300 миллионов рублей. Коммунальщики говорят, что котельные такого класса имеют высокий КПД и являются более безопасными в эксплуатации. Оснащаются современным оборудованием и электронной программой управления. В поле зрения городоначальника попал и сквер по улице Кирова. Здесь продолжается его масштабная реконструкция. Идет спил старых деревьев, озеленение, завозится земля, кладется тротуарная плитка. Появятся здесь и оригинальные светильники, скамьи, детские площадки и бюветы. Сейчас делают все бесподобное. Молодцы. Вот новый наш мэр города. Умница. Молодцы. Вот все это молодежь, наверное, все это начинает. Такого никогда не было. Ходили мы всегда здесь. Вот такое все запущенное. Сейчас это, я не знаю, это у меня уже будет 75 лет. Вот такое я вижу впервые. Молодцы. Спасибо вам. Осмотрев сквер, Андрей Харченко сделал несколько замечаний строителям. Недоработки они обещали исправить. Все, что сделано на сегодняшний день, до праздников, надо восстановить, чтобы оно было отвибрировано и было выровано. Хорошо? Хорошо. По уровню ливневая вода не должна заходить в сквер, чтобы людям было удобно здесь ходить. Большая реконструкция Кировского сквера – третья по счету после масштабных работ в скверах по улице Розы, Люксембург и улице Ефремова. Работы по благоустройству в Армавире продолжаются. Гости и жители города говорят, что за последние несколько лет город стал намного уютнее. Главное теперь сохранять и приумножать сделанное. Армавирские предприниматели задолжали живой природе. Вовремя не возместили ущерб за загрязнение окружающей среды почти треть бизнесменов. Зеленый налог – чуть ли не единственный источник финансирования для природных мероприятий. Поэтому к неплательщикам будут применяться самые строгие меры. Какие узнала Ольга Чухонцева. Бизнес, на первый взгляд, не вредный, но платить налог на экологию придется почти всем предпринимателям. Если у фирмы есть автомобиль или она, к примеру, выбрасывает обычный офисный мусор, то автоматически становится плательщиком за негативное воздействие на окружающую среду. Я не загрязняю, платить я не должен, но неправильно. По причине того, что те же самые отходы, которые вывозятся на свалку в Армавире Грутанса, они на самом деле размещаются именно предпринимателям. То есть он должен оплатить за размещение этих отходов в окружающую среду. Для городской казны зеленый налог – статья особая. Именно эти средства идут на закупку новых контейнеров для мусора и ликвидацию свалок. Два миллиона рублей из экологических сборов в этом году были потрачены на укрепление берега Кубани. По данным государственных инспекторов, многие предприниматели не то чтобы не хотят тратиться на экологию города, а просто не знают, что это их обязанность по закону. Из практики работы сталкиваемся по тому, что люди не вносят свое время, либо не вносят вообще. Это отсутствие информации. То есть в 99,9% случаев предприниматели просто не знают об этом, что такая обязанность на них возможна. У небольших фирм, деятельность которых не связана с активным загрязнением, сумма экологических сборок в квартал может составить всего несколько сотен рублей, в то время как штрафы за неуплату налогов исчисляются тысячами. Ольга Чухонцева, Александр Романовский, служба информации телеканала РНТВ «Армавир». Доброта не знает границ. Из разных уголков страны и даже мира продолжает поступать помощь ветерану Петру Животовскому. На этот раз пожертвования собрали завсегдаты интернета. Участники одного из военно-исторических форумов горячо обсуждали жестокое нападение на Петра Ивановича и решили оказать ему материальную помощь. Вручить ее приехал наш земляк, житель села Вольного. Подробности расскажет Влада Волошина. Здравствуйте. Петр Иванович не живет. Олег Карпов – бывший моряк. Сейчас временно не работает и на досуге увлекается изучением военной истории. На просторах интернета он активно общается с единомышленниками и профессиональными историками. Нападение на Петра Животовского активно обсуждалось на военно-исторических форумах. Олег и его друзья по переписке решили принять участие в судьбе ветерана. Трагический случай, который произошел с Петром Ивановичем, не оставил людей нейтрально смотреть на все это. Волна прокатилась по России, по всему миру прокатилась эта война, негодование. И люди, зная всю подноготную этой войну, как жили эти люди, как что они прошли, решили чем-то помочь. Парумчане собрали деньги для ветерана. Каждый прислал сколько смог. Получилось 33 тысячи рублей. Переводы поступали из Белоруссии, где мы были, с Украины поступали, с Польши перевод был. Даже были переводы с Израиля и с Арабских Эмиратов. Олег говорит, что сначала они с друзьями хотели купить Петру Ивановичу какой-то подарок. А потом решили вручить деньги, чтобы ветеран сам приобрел на них то, что ему необходимо. Петр Животовский сказал, что уже знает, как использовать благотворительную помощь. Кроватная, купить шифоньеры, обстановку такую. Ну, короче, надо еще облагораживать. Поэтому я считаю, что мы эти деньги используем на благоустройство. Собственно говоря, очень тронут, что ко мне так отнеслись. Понимаете, я тронут тем, что простой я, так сказать, артиллерист, солдат и так далее. И ко мне так отнеслись все с душевностью. Душевность действительно потрясает. Со всех уголков России и мира приходят письма, открытки и даже детские рисунки. Совершенно незнакомые люди хотят поддержать Петра Животовского, чем-то порадовать его. А он крепнет на глазах. Людская доброта помогает. Спасибо деду за победу. Накануне 9 мая эти слова можно часто встретить на открытках, плакатах и интернет-сайтах. Они украшают и холл детского сада номер 3. Коллектив дошкольного учреждения не только на словах, но и на деле решил выразить свою признательность ветеранам и поблагодарить их за ратный подвиг. Почетных гостей на входе встречают малыши. Ради беззаботного детства этих ребятишек в годы войны ветераны рисковали своей жизнью. Патриотическое воспитание для этих дошколят начинается с колыбели. Более половины детей из семей военнослужащих Армавирского отряда специального назначения «Вятич». Поэтому к людям в погонах здесь отношение особенное. Все начинается именно с детства и как будет заложено в ребенке уважение к старшему, к прошлому. Объясняем детям, почему они живут вот так, а не так, как было раньше. Потому что наши деды и прадеды подарили нам эту жизнь. Концерту и педагоги, и воспитанники подошли со всей ответственностью. Для выступления маленьким артистам сшили специальную форму. Больше месяца ребята разучивали песни и стихи на военную тему. Старались. Вова Осипян признается, запоминать было сложно, но с заданием справились. А песню, в которой поется о начале войны, ребята теперь поют и на прогулке. Смуглянка, Катюша, Синий платочек – эти песни, которые в свое время пели ветераны, в наши дни подхватывают их внуки. А зажигательный танец фронтовых шоферов напомнил о том, что после боя сердце просит музыки вдвойне. Мы помолодели душой, делится впечатлениями сын полка, знаменосец Умит Садыкович Губаев. Вот эти солдатики, стоящие здесь, девочки, которые провожали свое время, я почувствовал себя. Я только маленьким воспитником был в начале войны, сыном полка. И вот может чуть-чуть повыше, но может чуть-чуть пониже, чем сейчас, я только делал такой флоруме. Я буквально вернулся в свое юношество, в свое детство, благодаря вашим концертом. Символом павших, чей подвиг не забыт и сохраняется в памяти благодарных потомков, стала горящая свеча, которую ребята очень бережно передавали друг другу. Память павших почтили минуты молчания. День Победы – это праздник со слезами на глазах. Поэтому в честь живых, тех, кто пережил эту страшную трагедию, в детском саду гремел салют. И не важно, что он был из хлопушек. Самое главное, что дети смогли прикоснуться к этому печальному и в то же время торжественному дню. Лариса Юровская, Граер, Ванян, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Продолжит выпуск новостей прогноз погоды. С ним вас познакомит Марина Белова. Здравствуйте. Завтра синоптики обещают ясную погоду. А вот с 7 по 9 мая небо к вечеру будут затягивать легкие облака. Возможно, слабый дождь. Впрочем, температурные показатели замерзнуть не дадут. Днем столбик термометра покажет плюс 25-28, ночью не опустится ниже 16 градусов. Атмосферное давление 744-747 мм ртутного столба. Ветер восточный, умеренный. Первая декада мая богата на праздничные дни. Так, сегодня принимают поздравления с профессиональным праздником журналисты Кубани. Завтра отмечается День Святого Георгия Победоносца. 7 мая – День Радио. 8-го – Международный День Красного Креста и Красного Полумесяца. Ну а 9 мая – День Великой Победы. Кстати, РЕН-ТВ Армавир в среду приглашает зрителей посмотреть в прямом эфире в 11 часов торжественное прохождение воинских частей гарнизона. А в 19.30 – праздничный концерт. Это будет трансляция с центральной площади города. О погоде и событиях – это все. Спасибо, Марина. Информация о погоде завершила выпуск новостей. Познакомиться с ними вы можете и на сайте в интернете www.ravita.info и на волнах авторадио «Армавир». В студии была Ирина Рухлядко. Всего доброго и смотрите телеканал РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова